Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Центральное событие недели 7 апреля. В Госдуме ждут отчет правительства о работе. Эффект разорвавшейся бомбы. Уход из ЦБ сразу двух замок Эльвиры Набиулиной взбудоражил Госдуму. О нем забыли, но он не ушел. Мы в охотном ряду заслушали доклад о ситуации по коронавирусу в России. Безусловно, центральной темой новой парламентской недели станет ежегодный отчет правительства о своей работе. Премьер-министр Михаила Мишустина с командой ждут на охотном ряду 7 апреля. В рамках подготовки к отчету консультаций между Думой и Белым домом шли параллельно на двух площадках. На охотный ряд профильные комитеты были направлены министры. На Краснопресненской набережной делегация думских партий принимал сам председатель правительства Михаил Мишустин. 29 марта в Белом доме прошло совещание, в котором приняли участие депутаты фракции КПРФ. Коммунисты инициировали 20 неотложных мер по выводу страны из системного кризиса. Среди них повышение в два раза размера прожиточного минимума, отмена пенсионной реформы, восстановление госпланирования, национализация ключевых отраслей экономики и банковской системы. Отчет правительства изначально планировалось заслушать в конце апреля. Однако из-за событий последних недель дату в авральном порядке сдвинули на более ранний срок. Из-за цейтнота график консультаций с думскими фракциями тоже максимально уплотнили. По две встречи в день. Первыми в Белом доме приняли коммунистов. Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом. Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Мы рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно в деталях, как это было ранее. Часть из предложенных мер отправить на утверждение в Думу. Ряд решений будет принят, как пояснил премьер, в виде постановлений. Точно вам могу сказать, что мы настроены на то, чтобы заниматься плотно восстановлением своей компонентной базы в ближайшее время. Значит, где-то примерно 60 проектов у нас сегодня по этому будет посвящено. В правительстве обещают сделать все, чтобы в магазинах не было пустых полок. И от слов переходят к делу. С 31 марта Россия распахнула двери для параллельного импорта. Разрешено ввозить все, кроме сельхозпродукции. В первую очередь надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Мы здесь решаем логистические проблемы. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться. Еще одним способом может являться поставки ранее экспортирующихся товаров, чтобы бизнес не сокращал производство, а направлял их на внутренний рынок. В свою очередь Геннадий Зюганов напомнил членам правительства, что у коммунистов есть опыт преодоления глубокого экономического кризиса в стране. В 1998 году Россию вытащило из дефолта правительство Примакова-Маслякова. Сегодня в КПРФ разработана новая стратегия выхода из кризиса. 20 неотложных мер для преображения России. Мы пришли на эту встречу не просить, а чувством огромной заботчинности о ситуации, которая сложилась и в мире, и в стране, и настроенная весьма конструктивно. Здесь учтены максимально предложения, прежде всего, наших граждан, которые требуют надежной социальной защиты. По мнению коммунистов, в повестку дня следует включить четыре неотложные меры. Это увеличение мрот и минимальной пенсии до 25 тысяч рублей. Вторым шагом может стать введение госрегулирования цен на товары первой необходимости. Речь идет о хлебе, молоке, некоторых мясных продуктах, а также о детском питании. В семейном бюджете траты на услуги ЖКХ не должны превышать 10% совокупного дохода семьи. Помянул и лидер КПРФ и о пенсионном людоедстве, которое пора отменить. Ничего не дало, кроме огорчения и дальнейшего вымирания страны. Также лидер российских коммунистов считает, что нужно избавиться от ЕГЭ и соровских учебников. И чем скорее, тем лучше. Молодежь, у которой в голове не родина, не служение, не работа, а лайки и кэшбэк, она не в состоянии в чрезвычных условиях ориентироваться должным образом. За последние шесть лет коллективный Запад вел против России беспрецедентное количество санкций. Даже против Ирана с Северной Кореей вместе взятых действуют в разы меньше ограничений. Я насчитал 5,5 тысяч санкций. Еще не против ни одной страны, ни одного народа не употреблялись такие санкции. Более того, санкции направлены на уничтожение не только нашей экономики, но и русского мира. Для преодоления этого вызова, считают в КПРФ, потребуются солидарные усилия всего общества. Вместе с тем, их невозможно обеспечить, если и дальше будет разрастаться пропасть между богатыми и бедными. Нужен бюджет развития, он может быть и 33 триллионов. Считаем, эти ресурсы у страны есть. У нас, если брать рубль, мы больше производим на руб всего – и нефть, и газа, и хлеба, и металла, и леса. В этом отношении наши рубль может быть очень весомым. Кроме того, Геннадий Зюганов рассказал председателю правительства о продолжающихся преследованиях активистов левопатриотических сил. Они провинились лишь в том, что участвовали в ключевых мероприятиях партии, посвященных 7 ноября или 23 февраля. Мы считаем, что в нынешних условиях, когда требуется максимальная сплоченность общества, это в принципе недопустимо. На брифинге для журналистов лидер КПРФ заявил, что он в целом удовлетворен состоявшейся встрече с премьер-министром. При этом Геннадий Зюганов выразил надежду, что предложения, озвученные коммунистами, правительство учтет в разработке антисанкционной программы. Консультации между правительством и делегацией КПРФ вместо запланированного часа продолжались два с половиной. Как заявил лидер российских коммунистов, парламентариям удалось подробно представить каждый раздел своей антикризисной программы. Между тем, в ходе встречи депутаты уличили в финансовых манипуляциях высокопоставленных чиновников финансово-экономического блока правительства. Об этом рассказал думским журналистам председатель Аграрного комитета Госдумы коммунист Владимир Кашин. Соответствующие министерства, кто отвечает по большому счету за прогноз, за план и за развитие, предложили свою, я бы так сказал, авантюрную программу, от которой сегодня они пытались по большому счету отречься. О чем идет речь? Выстраданную программу, заметим, поддержанную президентом, о возвращении в севооборот земель сельхоз на значение Минфин урезал вдвое. 750 до 300 миллиардов рублей. Соответственно, из 13,5 миллионов гектаров вернуть смогут чуть больше четырех. На что Мишусин сказал, как так, да нет, мне не показали. Или комплексная программа развития сельских территорий. Аналогичная ситуация. Там сокращают на эти 8 лет, 22 по 30, еще триллион шестьсот, оставляя, естественно, копейки. А это кадры, это жизнь, это та же ипотека, это дороги. Днем позже на заседании Аграрного комитета Владимир Кашин проиллюстрировал свои слова на слайдах. Кому нужен этот слив в этих условиях и распаханные поля – это роскошь. Тогда зачем было два госсовета проводить и все остальное? Думаю, не может соглашаться с такой позицией. Держит в черном теле крестьянство и Минэнерго. За киловатт-час на селе платят 7-8 рублей. Для промышленности тариф в два раза ниже. И это несмотря на то, что есть поручение президента изменить ситуацию. Обложены аграрией и транспортным налогом. В масштабах страны 5 миллиардов рублей. Возможно, и не очень большие деньги, но не для земледельцев. На уровне двустороннего общения с Минэнерго, на уровне Новака, на уровне правительства пока, к сожалению, наших лоббистских возможностей недостаточно. Я вот расписываю в том, что моих возможностей лоббистских недостаточно для того, чтобы понизить стоимость электроэнергии. Еще один очень показательный пример отношения правительства к российским аграриям. Субсидии на развитие АПК правительство взяло из крестьянского кармана. Мы вот дали сейчас мясо 285, уже 367. Я согласен, но это деньги-то крестьянские. Это же 100 миллиардов отдали они пошлину. Это почти все из пошлины, из того, что крестьяне заработали. Полгода держали в кармане эти деньги за пошлину, вытащили из этого кармана через полгода. Вот дают на кредит, вот на это, вот на это, из резерва как будто. В 2021 году, чтобы сдержать цены на внутреннем рынке на хлеб, правительство ввело экспортные пошлины на зерно. Средства пообещали вернуть позже. Так что никакого мошенничества, только плюсик в копилку чиновничьего креатива. И бюджетные деньги сэкономили, и аграриев не обделили. Я понимаю, об этом тяжело говорить, значит, ведущим там нашим заместителям министра, значит, в Минфине или где там в Минэке, но это так. Это так. А нам в рамках контроля депутатского промолчать об этом нельзя. Что касается цен на овощи в магазинах, то министр затруднился ответить на этот вопрос. Все будет зависеть от стоимости импорта. Запасов отечественных овощей до нового урожая не хватит. Для смягчения ситуации в Минсельхозе предложили обнулить импортные пошлины на овощи до 30 сентября. В Минфине взяли паузу. В законе о Центральном банке депутаты неожиданно обнаружили дыру. Назначение новых членов Совета директоров проходит через Думу. Кандидатуры обязательно согласовываются с президентом Российской Федерации. Но оказалось, что уйти с должности можно по-английски, без объяснений. Так, без видимых причин, со своих постов досрочно ушли сразу два зампреда Эльвира Набиулиной. Сергей Швецов последние 11 лет курировал вопросы финансовых рынков и пенсионной реформы. Дмитрий Скобелкин боролся против отмывания капиталов. Уход топ-менеджеров, которые занимали ключевые должности в ЦБ, вызвал в Думе эффект разорвавшейся бомбы. Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, сейчас речь идет об освобождении в чрезвычайных, можно сказать, условиях. Мы не понимаем, почему эти люди сложили себе полномочия. Без отчета председателя ЦБ, который, кстати, вносил эти две кандидатуры, предлагаем сегодня вопрос о досрочном освобождении не рассматривать. Предложение депутата Нины Останиной Дума большинством голосов отклонила. Вопрос остался в повестке рабочего заседания. В такой практике приглашать тех, кого уволили уже из ЦБ и, соответственно, исключают из Совета директоров, такой практики не было. Уже в ходе обсуждения депутаты подняли вопрос о том, чем именно занимались Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин в ЦБ и не были ли они причастны к решениям о хранении золотовалютных запасов России на европейских счетах. Вот Швецов отвечал за вопросы, связанные с развитием рынка ценных бумаг, а Скобелкин отвечал за вопросы, связанные с отмыванием капиталов, полученных преступным путем. Если говорить про золотовалютные резервы, то я думаю, что все руководство ЦБ в той или иной степени этим вопросом занималось и определенную долю ответственности за ту или иную ситуацию несет. Правда, буквально через минуту господин Аксаков сам себя поправил, заявив, что ответственность все же несут те страны, которые заблокировали золотовалютные резервы России. Казалось бы, технический вопрос. Но я специально задал вопрос, чтобы вы понимали. Первый заместитель и заместитель как раз отвечали за ценные бумаги, и именно они закупили на полтора миллиарда долларов, в том числе в январе этого года, когда уже всем все было ясно. В свою очередь, парламентарий предложил принять закон, ограничивающий выезд из России топ-менеджеров, которые увольняются из ТБ. Поэтому я считаю, что надо обратиться по граничную таможенную службу, запретить выезд до разбирательства этих людей. Потому что я не хочу утверждать, но не удивлюсь, если будет как с полковником Черкалиным, потому что он наверняка же с Кобелкиным работал. Я вам напомню, полковник ФСБ, который тоже контролировал работу ЦБ, вдруг 13 миллиардов у него нашли в разных вариантах. Понимаете? Вторым в постановлении Думы депутат-коммунист предложил записать пункт о наделении мегарегулятора обязанностью отвечать за рост экономики России. Я специально проанализировал. Как только у нас достигал свыше 450 размеров золотовалютных резервов, у нас всегда случался какой-то кризис, и их раскассировала узкая группа ограниченных людей. Кстати, 25 марта Комитет Госдумы по безопасности одобрил законопроект о праве ЦБ закрывать финансистам выезд из страны, которые довели свою кредитную организацию до банкротства. О нем забыли, но он не ушел. Тема коронавируса почти совсем выпала из новостной повестки. Словно где-то есть тумблер, с помощью которого можно переключаться на другие жесткие темы. Между тем, несколько тысяч человек ежедневно заболевают ковидом. 29 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами Комитета по охране здоровья доложила о состоянии эпидемиологической обстановки на территории России. В России пандемия пошла на спад. В начале марта вирусом ежедневно заражалось около 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель опустился до 20 тысяч инфицированных в сутки. Однако в сравнении с прошлым годом цифры в пять раз выше. Показатель снизился с 824 на 100 тысяч населения до 117. Но это тоже достаточно много. Хочу обратить внимание, что по отнесению любого субъекта к субъектам с гордым названием «Свободный от ковид» показатель заложен 30 на 100 тысяч за неделю. В то же время в 2022 году ведомство отказалось от закупок новой партии вакцин. Запаслись в прошлом году. Вопрос, нужно ли проводить ревакцинацию, госпожа Попова предложила переадресовать чиновникам из Минздрава. Хотя, как врач, посоветовала вакцины чередовать. Однако, судя по количеству задаваемых вопросов, депутатов больше интересовала информация по биолабораториям на территории Украины. Прекрасно понимаем риски, которые связаны с этими лабораториями. И это риски для всего человечества, я не боюсь так сказать. Ситуация с ковидом показала, что возбудитель естественного ли происхождения может поразить всю планету достаточно быстро. В 2012 году, по словам Анны Поповой, на Украине была полностью разрушена система санитарно-эпидемиологического контроля. После того, как некому стало оппонировать, туда пришли военные другой страны и стали обеспечивать якобы биологическую безопасность другого государства. В этом случае больше никто не знает о том, что делается в лаборатории, кроме тех, кто там работает. И, на мой взгляд, таким образом страна просто теряет свой суверенитет в области биологической безопасности. За последние 10 лет на Украине случались странные и необъясненные властями эпидемические вспышки от кори до полиомелита. Госпожа Попова не исключила вариант, что на территории соседней страны велись и разработки так называемого этнического оружия. Когда ученые разных стран мира умеют общаться с геномом, как с конструктором, с любым геномом, отсеквенировали, пожалуйста, вот тебе складывай, разбирай, сшивай, расшивай, когда сшивают бесшовные технологии, менноинженерные. Да, конечно, а почему нет? В конце марта Госдума запустила парламентское расследование о деятельности биолабораторий на Украине. За создание специальной комиссии проголосовало 448 депутатов. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься» и я ее ведущая Регина Лисаченко. Смотрите нас через неделю. До свидания.